Алтай Азия 2017 Форум состоялся в 2012 году, его инициировали студенты Алтайского государственного университета, причем действительно сами студенты вышли с идеей, а затем в процессе организации уже подключилась и администрация университета, потому что увидела в этом направлении деятельности очень большие перспективы. И уже на форуме обсуждалась идея и консолидирующей молодежной организации, и возникла идея консолидирующей межвузовской организации, она потом спустя один год возникла, это стала Ассоциация Азиатских университетов. И обсуждались многие вопросы и академической мобильности, и консолидации вот этого большого азиатского молодежного и образовательного пространства. И эта работа, она сейчас продолжается как в молодежной сфере, так и в сфере межвузовского сотрудничества, и в сфере работы по консолидации образования и образовательного пространства Азии. — Кто будет среди участников форума? Из каких стран к вам приедут гости? — У нас заявок на это мероприятие очень много, это, пожалуй, абсолютный рекорд. 289 заявок было на момент окончания приема, и потом по просьбе организации мы еще продлевали, и у нас получилось 390 заявок, еще практически 100. — Из каждой страны может один участник приехать или любая делегация, хоть 10, хоть 20 человек? — Нет, мы не ограничивали делегации. У нас на настоящий момент подтвердились и приезжают делегации из 8 стран. Это действительно очень большая представительность, но особо меня радует, что язык этого мероприятия русский, и 8 стран спокойно разговаривают по-русски, обсуждают молодежную проблематику. Для меня это очень приятно, и гордость за Россию, как за страну, которая консолидирует многие страны. — Ну и какие страны? — Это Таджикистан, это Киргизия, это Казахстан, это Индия, это Россия, это Китай, это Монголия. — То есть когда наши соседи, ну Индия, то есть неожиданно так. — Дальние, вот те страны, которые не входят в бывший союз, не входили в бывший союз, это Монголия, это Индия, это Китай. — Да. Ну и в двух словах, может быть, о дискуссионных площадках, какие основные будут наиболее интересные? Я знаю, что их очень много там будет. Вообще о программе, скажем так, форума. Мы подготовили достаточно необычную программу. Обычно на молодежных мероприятиях — это творчество, спорт, это образование, это общежитие, социалка. Здесь программа у нас разнообразнее и интереснее. Во-первых, мы сделали площадку, и она получилась достаточно обширная, посвященная социальным проектам в азиатском молодежном и образовательном пространстве. Причем мы вот в рамках этой площадки две цели преследуем. Первая заключается в формировании пула социальных проектов Ассоциации азиатских университетов, а вторая в том, чтобы выбрать три лучших социальных проекта и направить для участия их авторов на 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Составил разговор с руководителем Национального подготовительного комитета, с Григорием Валерьевичем Петушковым. Он выразил готовность по итогам проведения азиатского студенческого форума три автора, три проекта взять и принять этих ребят в Сочи на фестивале. У нас очень необычная тоже площадка, посвященная стартапам, реализуемым как у нас, так и в странах, которые к нам приезжают. Сильная делегация едет у нас из Казахстана, они везут порядка десятка молодежных стартапов, которые уже находятся на стадии реализации. Конечно же, мы не обходимся без спорта и творчества, но об этом не буду говорить, это традиционные площадки. У нас площадка, посвященная русскому языку, как консолидирующему фактору в этом азиатском пространстве. Площадка, посвященная молодежным медиа, причем медиа в новом формате, в формате своеобразной конвергенции, взаимопроникновения различных информационных инструментов и формирования единого информационного молодежного пространства. И так далее. Площадок у нас действительно много. Вот то, что такой форум проводится именно у нас в Барнауле на базе Алтайского государственного университета, это на самом деле важно? И вот каким образом так получилось? Ну вот вы сказали, что студенты Алтайского государственного университета вышли с этой инициативы изначально. И вот этот форум будет проходить всегда только в АГУ или тоже география может меняться? Здесь вот первое, благодаря чему этот форум возник здесь, это уникальное положение города Барнаула и Алтайского края. В центре получается, да? Действительно, это центр региона, который мы называем Большой Алтай. Это центр региона, который мы называем Азиатское пространство. Это традиционное место пересечения интересов Китая, Монголии, Казахстана, России, естественно. И для нас, для Алтайского университета и для его молодежи, мы, конечно же, тоже ищем свое место вот в этой большой конкурентной работе. Ну да, конкуренция большая. И мне кажется, что вот эта роль, эта миссия консолидации молодежного и образовательного азиатского пространства для нас это стратегический, важный ресурс. Поэтому эта идея действительно возникла у молодежи, но именно из-за того, что это стратегически правильно, нас поддержали и администрация университета, и нас поддержали как администрация города и края, так и Министерство образования, Росмолодежь. В числе организаций поддержки вот этого мероприятия у нас целый ряд высоких статусных партнеров. А это выглядит как? То есть студенты, участники выступают своими докладами, потом идет обсуждение, да? Или разные формы тоже бывают? Формы очень разные. Да, формы очень разные. Вот с точки зрения социальных проектов, это действительно, это выступление, это своеобразная обратная связь от экспертов, это оценка. Там, где молодежные медиа, это дискуссионные площадки, там ребята все умеют говорить, там можно будет посмотреть какие-то медиаматериалы, фото-видео. Там будут площадки, посвященные работе сайтов. Формат действительно разный. Где-то будут экспертные сессии. Например, вот на русском языке там будут много мастер-классов, посвященных культурным особенностям стран, участниц этого форума. А на площадке, посвященной экологии, посвященной науке, посвященной образованию, там, конечно же, формат экспертных сессий, когда авторитетный человек будет рассказывать что-то, а потом получать обратную связь, обсуждать с участниками. Среди экспертов будут только представители нашего региона Алтайского или, может быть, из Москвы, из Новосибирска кто-то приедет? У нас вот эта цифра, про которую я сказал, общее количество 390 заявок, среди этих заявок большое количество и экспертов тоже. У нас едут как из вузовского сообщества эксперты, так и из организаций партнеров. Например, мне очень приятно, что, несмотря на подготовку, интенсивную подготовку к Всемирному фестивалю, смог отправить представителя Национальный совет молодежных и детских объединений России. Они отправляют руководителя своей информационной пиар-службы. И мне очень интересно пообщаться, потому что я знаю, насколько на высоком уровне информационная работа этой организации сейчас находится. Да, конечно. Ну, как результат, я понимаю, что одним из результатов это должны быть вот эти вот три делегата, да, которые поедут на Всемирный фестиваль студентов в Сочи. Три делегата имеется в виду с Алтайского края или вообще вот среди всех участников могут быть? Или может, выяснить только нашим ребятам? От Алтайского края делегация уже сформирована. Это 25 человек и сформирована делегация волонтеров Алтайского края. Мы тоже не так давно проводили обучение волонтеров Алтайского края и Республики Алтай. Но это будут ребята плюс к этой ограниченной делегации. И ребята могут быть как с России, так и из других стран. То есть все участников выберут, да? Да. В следующем году будет фестиваль, да? Фестиваль будет проходить в середине октября 2017 года. А, вот так вот. То есть совсем-совсем недавно, да? Совсем-совсем скоро. Ну что, мы пожелаем тогда нашим ребятам победить в этой, скажем так, хорошей, приятной гонке. Удачи вам и до новых встреч. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, что на вас в гостях был начальник управления воспитательной и внеучебной работе Алтайского государственного университета Антон Целевич. Спасибо за внимание. До встречи. Продолжение следует...